Уже 19 лет всероссийская акция «Георгиевская ленточка» объединяет поколения в стремлении отдать дань подвигу героев Великой Отечественной войны. В рамках проекта волонтёры, юно-армейцы и участники военно-патриотических клубов ежегодно раздают символ памяти и воинской славы горожанам. В этом году точки раздачи ленточек будут тематическими. Мы хотим показать ту преемственность поколений. То есть участниками акции, организаторами становятся не только дети и молодёжь, волонтёры Победы, ребята из образовательных учреждений. В этом году мы показываем историю акции. Мы приглашаем к участию ветеранские организации. 3 мая здесь, на этой площадке, к нам присоединяется ветеранская организация военно-морского флота. У здания Центра патриотического воспитания работает молодёжное объединение «Армир», это стрельцы. Вместе с волонтёрами клуба «Восход» Центра внешкольной работы в акции приняли участие члены военно-исторического клуба «Победители». Организаторы заранее провели для них мастер-класс, на котором рассказали о значении Георгиевской ленточки, правилах её использования и хранения, которые ребята, в свою очередь, доносят до горожан. Цвета Георгиевской ленточки обозначают, что золотой – это пламя, а чёрный – это дым, пепел от пороха и от самого этого пламени. Такие символы, как Георгиевская ленточка, нужны, чтобы помнить о подвигах наших прадедов, наших дедушек, бабушек, чтобы это всегда хранилось в памяти, чтобы это было прямо на клеточном уровне, чтобы никто никогда, ни при каких обстоятельствах не забывал. Волонтёры также напомнили саровчанам, что носить Георгиевскую ленточку можно только на груди в области сердца. Не стоит размещать её на шее, руке, поясе или обуви, на волосах вместо резинки или на сумке. Не украшают памятным знаком домашних питомцев автомобили и интерьеры. В Сарове открылись две точки раздачи георгиевских ленточек – в клубе «Здоровье» по адресу Силкина, 10, дробь 1 и в Ледовом дворце. Получить их можно с 16.00 до 17.30. Также волонтёры будут раздавать ленточки на улицах города 3, 7, 8 и 9 мая. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.